Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня у нас понедельник, недельной главы Ноаха. Интереснейшая глава, если бы меня сказали, как двумя словами обрисовать то, что произошло в этой недельной главе. Я бы сказал следующие слова. Если общество разложилось перед Богом, никакие общественные системы, никакие ухищрения не спасут его от гибели. То есть самое главное, что должно происходить в мире, это соответствие планов Творца с планами людей. Что происходило, когда их планы расходились, ну мы знаем. Я думаю, что сегодня очень похоже на то, что происходит в мире. Сказала она в Талмуде, что Бог хранил землю и не устраивал потопа до тех пор, пока не легализовали гомосексуальные отношения. Ну, сегодня я думаю, что мы впереди строителей Вавилонской башни. Они просто легализовали, а у нас во всем мире уже навязывается. Поэтому, когда мы видим какие-то катаклизмы, когда мы видим, что все идет не так, мы должны понимать, что идет так. Это мы пошли не туда. Вообще, положение в нашем земном мире не идеально. Потому что наделенные свободой выбора, мы пока еще довольно часто делаем выбор неправильно, не в соответствии с законами творения, с законами Творца. А в результате что? Создаются, ну, как бы сказать, такие ураганы, волны, духовные, физические, сотрясающие мир. Мы наносим духовным мирам поломки своим неправильным поведением. Когда духовный мир ломается, так устроен этот мир, духовное и физическое связано, ну, сверху спускается причина-следственное событие. То есть в связи с нашими действиями на небе, к сожалению, перестраивается ситуация. И нужно исправление, нужно вернуть, исправление какое? Иногда в виде наказания, иногда в виде каких-то там катаклизмов, иногда в виде так-так-так-так и так далее. То есть Бог запланировал идеальный мир. Но с Адама началось поломки разные. И мы видели, как эти поломки принесли дальше потопы и так далее и тому подобное. Страх вот этот, который у людей перед завтрашним днем, страх вместо того, чтобы верить в Творца, они просто боятся. Этот страх увеличивается, увеличивается и вот начинает тоже вносить поломки в систему. В каждом поколении имеется некоторый этап, который это событие, или какие-то там реальности, чтобы разбить вот этих идолов страха. В каждом поколении есть некоторая реальность, которая пугает человека. Ну это раньше боялись страхов в семье перед крестоносцами были, коммунистами, фашистами, я знаю кто были. Кто кого боялся? Казаков там, теперь арабов там, террористов там, бомбы и так далее. Все всегда почему-то боялись. Но этот страх, он появляется тогда, когда есть поломка в духовном механизме. И вот тогда начинается, что мы пытаемся что-то изменить, изменить судьбу, изменить ситуацию. В Талмуде сказано, что у человека есть три способа изменить свою судьбу. Перемена имени, перемена местожительства и перемена образа жизни. Ну первые два, наверное, не подходят. А вот образ жизни, наверное, есть смысл поменять и каждому человеку, и обществу в целом. Написано, вот понимаете, направление на добро дарит добро. Сказано, например, такие слова, кто желает жизни, кто желает долгих дней, кто желает видеть только добро. Береги свой язык от зла и уста от обмана. Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и стремись к нему. Ну, абсолютно простые механизмы рассказаны были нам, как сохранить этот мир и сохранить себя в этом мире. Человек должен немножко вдуматься в том, особенно в недельной главе новых, очень важно вдуматься в том, как мы уничтожаем сами своими действиями земли, а потом жалуемся наверх, что что-то не так. В этой, кстати, недельной главе впервые четко сказано о существовании загробного мира и мира, где воздаяние и награда. Какие слова сказаны? За вашу кровь с вашей души взыщу. Существует мир души, в нем получают наказание или там, как там, что еще человек заслужен. Еще я рассказывал в прошлом году, сейчас просто повторю. Вот я опять слышал про людей, произошедших от обезьяны. Талмуд рассказывает, что строителей Вавилонской башни было три группы. Первая хотела подняться на башню и стать выше всех, гордыня, такая зазнайство. Вторая решила забраться на башню и устроить идола, чтобы поклоняться ему. Тоже понятно нам сегодня. Третья группа воевать против Бога. И этих мы сегодня видим. Так вот, первые две группы были наказаны тем, что Бог разбросал их по миру. Помните, общий язык рассеялся, создал множество разных языков, наречий. А вот представители третьей части, вот этой, что воевать с Богом собирались, они превратились в обезьян, как пишет Талмуд. То есть все правильно. Подтверждение этому находим в законе о произношении благословения при посещении зоопарка. Сказано в своте закона, в кратком, тот, кто видит, например, обезьяну, произносит благословение. Благословение, изменяющее создание. То есть он их один раз изменил. Это намек на то, что Бог изменил тех, кто хотел воевать про него, превратив в обезьян. Поэтому все правильно. Только не обезьяна произошла от человека. Не человек, простите, произошел от обезьяны. А обезьяна совершенно законным образом произошла от человека. От того человека, который хотел воевать с Богом. Не будьте же как обезьяны. Давайте посмотрим, как сохранить наш мир. Браха ва цлаха. Все право. Все право. Всяпийс. Тут, знаете в свой. Всяпийс. Всяпийс.